Цветная капуста и брокколи К виду брасика Оли России относятся также кальраби, капуста качанная, брюссельская капуста, капуста кали и совойская капуста. Цветная капуста и брокколи являются однолетними или двухлетними для зимних сортов. Цветную капусту и брокколи выращивают ради их кочанов, которые в зависимости от сорта являются совокупностью мясистых зачатков будущих цветов. Существуют ранние и поздние сорта белого или фиолетового цвета для цветной капусты, зеленого и фиолетового для брокколи и желто-зеленого цвета для романеско. Опылением Опыление всех капуст, относящихся к виду капуста огородная, брасика Оли Россия, одинаково. Цветки у вида капуста огородная, брасика Оли Россия, обоеполые. То есть имеют мужские и женские органы. Но в большинстве случаев они автостерильные. Пыльца одного растения может оплодотворить только другое растение. То есть растения аллогамные. Чтобы опыление было возможным, растения необходимо выращивать группами. Насекомые являются основными опылителями. Что обеспечивает большое естественное разнообразие вида. Все подвиды капусты огородной, брасика Оли Россия, скрещиваются между собой. Поэтому нужно избегать выращивать рядом семенные растения разных типов. Чтобы сохранить сортовую чистоту, рекомендуется отделить один сорт вида капусты огородная от другого дистанции в один километр. Эту дистанцию можно сократить до 500 метров при наличии между двумя сортами такого натурального барьера, как изгородь. Практикуют сортовую изоляцию благодаря ульям с насекомыми под фиксированными москитными сетками. Или же с москитными сетками, которые открывают поочередно. Смотрите о методах изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития цветной капусты и брокколи. В регионах с мягким климатом вы можете выращивать брокколи и цветную капусту, как двулетние растения. Вы должны сеять их летом. Растения перезимуют в земле, а следующей весной образуют свои головки и цветы. Семена можно собирать летом на второй год. Цветная капуста и брокколи, однако, являются исключениями для видов брасика олерассия, так как они могут размножаться в течение одного года роста. Чтобы получить все шансы собрать семена осенью, их сеют под теплым кровом как можно раньше, начиная с января или февраля. В марте или начале апреля рассаду высаживают в открытую почву, под пленку, чтобы уберечь от поздних заморозков. Семена капусты осуществляется со здоровых и сильных саженцев, за которыми наблюдают на протяжении всего периода роста. Это позволяет изучить все характеристики сорта. Регулярность и интенсивность роста. Для цветной капусты формирование плотных кочанов с хорошо развитой обильной листвой. Для брокколи формирование единой головки, либо нескольких боковых побегов. И удлиненный период формирования почек до их цветения, а также устойчивость к болезням. Для хорошего генетического разнообразия берут 15 семенных растений. Когда цветная капуста сформировала кочан, она может пострадать от влаги. Ее можно защитить от дождей с помощью небольшого укрытия. А если часть кочана начинает гнить, необходимо ее срезать ножом. Цветная капуста не может формировать боковые цветоносные стержни. Поэтому никогда нельзя надрезать ее кочан. Цветная капуста и брокколи должны цвести не позже июля, чтобы успеть закончить процесс дозревания семян, который занимает довольно длительное время. Сбор, извлечение, сортировка и хранение семян капусты огородной Брасика Оли Россия. Семена капусты дозрели, когда капсулы стручки становятся бежевого цвета. Семенные стручки очень сухие. Это означает, что они очень легко открываются при созревании и рассеивают свои семена. В основном стебли не дозревают одновременно. Чтобы не терять семена, можно их собирать по мере зрелости стебля. Можно также собрать растения целиком, не дожидаясь полного созревания всех семян. Для завершения процесса созревания семян важно их высушить в сухом и хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей. Семена капусты готовы к удалению, когда семенные стручки можно легко открыть вручную. Для извлечения семян их нужно выложить на брезент или плотную ткань перед тем, как колотить или растирать руками. Можно также наполнить стручками мешок и колотить по мягкой поверхности. Большие объемы стручков можно топтать ногами или проехаться сверху. Стручки с несозревшими семенами плохо открываются. Они, скорее всего, будут плохо прорастать. Для сортировки семян используют крупное сито для удаления всех отходов, а семена попадут в какую-либо емкость. Потом нужно повторно просеять другим ситом, которое пропускает мелкие отходы, но не семена. Необходимо семена провеять, то есть вентилировать, продувая самостоятельно или с помощью ветра для избавления от остаточных отходов. Все семена вида капусты огородной очень похожи между собой. Поэтому очень тяжело отличить, например, семена качанной капусты от цветной капусты. Большое значение имеет маркировка семенных растений и собранных семян с указанием вида, сорта и года сбора овощной культуры. Для хранения семена оставляют на несколько дней в морозилке, чтобы уничтожить паразитов. Семена капусты способны к прорастанию на протяжении пяти лет. В то же время они могут сохранять всхожесть до десяти лет. Эту способность к прорастанию можно продлить за счет хранения при низкой температуре. Один грамм семян состоит из 250-300 зерен в зависимости от сорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова